Добрый вечер! Лекция номер 5 прошлого года была посвящена тому, как родилась философия. Произошло это в Древней Греции, и началось это с того, что милеццы начали изучать природу. Там было несколько человек, таких очень любопытных. Один из них был Фалес, милецкий, соответственно. Ну и вот то, что они изучали, по-гречески называлось «фюсис». Именно поэтому это слово стоит в названии этой лекции уже сегодняшнего года. Но именно от этого слова произошло слово «физика». В прошлом году я поговорил немножко про Фалеса и про то, чем занимались его коллеги, и сказал, что это, в общем-то, было неким таким основанием будущей науки. Но наука это еще в прямом смысле не было. Вернее, нужно сказать, что философия и наука еще не разделились. Тот, кто был ученым, тот был и философом. Только они так не назывались еще. И даже эти милецы и философами не назывались, потому что слово появилось позже. А вот это были некие такие странные люди. И вообще говоря, вели они себя иногда довольно неоднозначно. Ну, я сейчас, может быть, еще несколько историй про это расскажу. Но сегодня мне хотелось бы как раз поговорить про эти далеко идущие последствия. Вот когда-то человек стал таким любопытным настолько, что проявил свой интерес ко всему окружающему, отошел от мифологического мышления, попытался поставить какие-то конкретные вопросы в природе его окружающей, тому самому Фюсису, стал получать ответы, стал как-то систематизировать эти знания. Ну и в конце концов, через больше чем тысячу лет, уже начиная с XVI где-то века, появилось то, что мы называем наукой. И если бы я сегодня начал говорить именно про науку, то тогда нужно было бы применять соответствующий аппарат, соответствующий язык. Нужно было бы употреблять такие термины, как пределы научного знания, или парадигмы научного знания, или такие вещи, как верифицируемость, фальсифицируемость. Я чуть позже еще и об этом поговорю, в очень-очень таком серьезном ключе. Но у меня несколько другая сегодня задача, я ее вижу по-другому. Мне хотелось бы поговорить о том, что самые разные научные эксперименты, самые разные теории и действия, которые можно считать научными или предшественниками научными, они в большой степени выходили из обычных представлений. Они были безумными. Каждого из этих людей можно было бы считать безумным. Он нарушал порядок некий. Ну, кого-то потом посчитали гениальным ученым, который предвидел что-то, открытие какое-то совершил невероятное. А кто-то так и остался безумным. Его теории оказались несостоятельными. Но мне как раз хотелось бы поговорить вот об этом, о том, что вот такие любое любопытство, которое проявляет человек, неважно в рациональном ключе или в области чувств, оно, как правило, предлагает нам сделать какой-то шаг в неизведанное. И очень часто трудно провести границу между научной практикой и художественной. Вот я хочу как раз поговорить об этом сходстве, о том, что какова вот эта вот связь между наукой и искусством в этом смысле. Только поймите меня правильно, я вообще ничего не скажу про модный нынче сайенс-арт. Эта тема, я бы удостоил ее какой-то критики, но просто нет времени, это не очень интересно. Мне как раз хотелось бы поговорить про таких вот безумных экспериментаторов и теоретиков, которые вот что-то с нами сделали. Они, может быть, действительно их критиковали, и они совершенно, их научные исследования нам теперь не интересны, зато они совершенно изменили наше представление о себе самом, об окружающем мире, и просто они предложили нам быть людьми. Вот они были гуманистами иногда, никогда не осознавая этого. Нет, конечно, среди них были и злодеи, и гениальные злодеи, про них тоже несколько слов, но вот у меня есть один конкретный пример, я во второй половине лекции расскажу об одном конкретном человеке. А сначала, в общем-то, давайте немножко действительно о науке вообще поговорим. Спасибо. Спасибо.